Приветствую вас. Прочитал ваш текст. Вот, значит, что я могу сказать по тексту. Ну, во-первых, вот то, что я здесь вижу, это то, что вы снимаете с себя ответственность за некоторые вещи, за некоторые истории, которые происходят, ну, с вами, да? То есть вы как-то вот предлагаете ответственность на мужчину за то, что нужно и за то, что хочется вас. Понимаете? То есть вот вы говорите о том, что он влюбил вас в себя. Вот. Но ведь по факту, по факту, ситуация, она ведь происходит совсем не так. То есть вы влюбились не в человека самого, а вы скорее влюбились во что? В его отношения к себе. Вот. Правильно, вы влюбились в его отношения к себе, в то, как он вас видел, в то, как он к вам относился и что он для вас делал. По сути, вы влюбились в его проявление заботы к вам, по сути дела. То есть вы влюбились в его отношения к себе. Это значит, что вам не хватает определенного отношения к себе саму. То есть вам нужна любовь, вам нужна забота, вам, ну, вам нужно тепло, вам нужна ласка. Вот. Ну, возможно. Возможно, я это всё сейчас говорю. На самом деле больше как предположение. Вот. Хотя насчёт того, что вы прикладываете ответственность, и насчёт того, что вам нужна забота. Я, на самом деле, более чем уверен. Вот. Потому что любовь, ну, любовь, если она любовь, действительно, она проявляется, кстати, немножко по-другому. Не так, как в данном случае проявляется ваша любовь. Вот. То есть я верю в то, что у вас есть к нему чувства, но я также знаю и то, что в данном случае чувства ваши, они нацелены, ну, именно на то, чтобы получать, а не чтобы отдавать. Хотя, я уверен, что и отдать вы, в общем-то, готовы тоже. Вот. То есть вы готовы, в принципе-то, отдавать. Но, хотите вы всё же получать. И это вот то, что является основной проблемой, потому что, как только мужчина, например, не хочет вам уже отдавать, да, а вы сразу начинаете испытывать трудности, сложности, начинаете фрустрировать и так далее. То есть вы склонны к зависимым отношениям. К созависимым отношениям. Вот. И это на самом деле является проблемой. Вот. Потому что, ну, чего-то не хватает вам, да, чего-то не хватает вам, что-то нужно вам. И вы это вот пытаетесь получить за счёт человека. Ну, за счёт, в данном случае, вот, мужчины. Хорошо ли это для вас? Нет, не хорошо. Это, скорее, очень даже деструктивно. Вот. Смотрите. Ну, это если в общем. Теперь дальше. Значит, так. Вы пишите, что учитесь на первом курсе университета вместе со мной. Мальчик, который учился со мной в школьной, и в школьной попал сюда. Да. Мне очень нравится мальчик. Он мне очень нравится ещё со школы. Соответственно, если он вам нравится со школы, да, то можно задать такой достаточно резонный вопрос. А что вы делали? И делали ли вы что-то для того, чтобы быть с ним, ну, ближе? А? То есть вот делали ли вы что-то для этого? Вот. То есть проявляли ли вы... Как-нибудь свою симпатию, да, которая вот у вас, у вас к нему была, есть, там, и так далее. Вот. А? Потому что если вы просто, вот просто он вам нравится, но вы при этом ничего не делали, для того, чтобы, ну, с ним быть, вот, то можно сказать, что вся ваша история, да, вся ваша история, да, вся ваша история. Это как бы история о том, как вы пытаетесь завершить как бы этот вот гесталт, который у вас возник во время того, когда вот он вам ещё нравился, и вы пытаетесь сейчас это всё как-то, как-то для себя завершить. Тем самым, опять же, на человека перекидывая ответственно за то, что вы хотите. Дальше. Следующий момент. Так. Значит. Он был из моей параллели. Раньше, раньше я встречался с моей подругой, а, и, как бы, вот, 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 уже похоже на треугольник любовный. Вот. То есть вы можете посмотреть треугольник Карпмана в интернете. Там эта информация более подробно раскрыта. А, весной семнадцатого года мы там начали общаться, добавлялся друзья, начали, и начали общаться. Добавлялся друзья соцсети. Получается, первый наш общаться. Ну, да, мужчина. При мужчине вы показали это интересно. Кстати, вот интересно, что вы называете его мальчик, то есть, эм... Идёт некое обесценивание мужчин, то есть, эм... Мужчина для вас мальчик. Вот. Это не мужчина, да, это, это именно мальчик. И, представьте себе, если вы транслируете этому человеку. Вот. Ну, ему же, наверное, неприятно, да? Вот. То, что вы считаете его ребёнком. Вот. Понимаете? Поэтому природу того, почему вы называете мужчин, а мальчиками, природу, нужно и следовать. Вот. Ибо это никакие не мальчики. Это мужчины. Но вы откуда этому научились? Научились. Откуда это вы научились называться? А, мужчин, мальчики, ну, тем более, те, кто вам нравятся. А вы что, получается, девочки-то? То есть, что это такое? Ну, детское такое, да? Состоятельно. Общались, переписывались. Он писал мне про мою подругу, мол, он очень её любил и т.д. и т.п. Ну, здесь одно из двух. Либо человек вас не воспринимал всерьёз, вот, либо просто использовал. Потому что, ну, вы готовы были слушать. То есть, вы дали ему понять, что вы готовы слушать. Ну, вы думаете, на протяжении общения он начал писать мне всякие милые сообщения, похожие на некий в лице писательной красивой внешности и т.д. Ну, это вот само по себе похоже на то, что, это похоже на то, что человек нашёл в вас своего рода утешение. Вот. Вот на это похоже. То есть, у него были проблемы, там, в отношениях с девушками. Вообще, он девушек, девушек как-то вот воспринимает, ну, очень, я бы сказал, странно. То есть, девушка для него это как, знаете, ну, что-то вот такое типа игры какой-то. Вот. То есть, явно это не безусловное восприятие девушек, это явно. Я, явно, не безусловное восприятие девушек. Вот. То есть, девушки ему, по всей видимости, нужны тоже для реализации каких-то вот своих, ну, своих каких-то целей, да, своих каких-то желаний. Ну, вот, которые далеко не всегда совпадают с тем, что хочет сама девушка. Вот. И, к сожалению, да, к сожалению, это вот то, что вам нужно понять. Что ваш парень использует девушек. Ну, сейчас об этом более подробно я оставлю. Так. Значит. Еще когда учились в школе, при встрече долго и крепко обнимал, гуляли с друзьями. В общем, как говорится. Здесь не очень, не очень понятно, что вы имеете в виду. Ну, ну, это, при встрече долго и крепко обнимал. Обнимал, это очевидно, что вами, вами это интерпретировалось, как что-то вот, ну, что-то желанное для вас. Понимаете? Понимаете? Вот. То есть, что-то, что-то, что вы хотели для себя, для себя. Вот. Понимаете? И опять же, и опять же, опять же, я верю в то, что, в то, что вы этого хотели. Верю. Но дело не в этом, не в том, что вы хотели. Дело на самом, на самом деле, ситуация немножко другая. Ээээ, ситуация в том, как вы воспринимали его долгие-долгие объятия. Ну, что? Понимаете? Как? То есть, если вы воспринимали его поведение как, ну, вот, что-то направленное на вас, да, и вам хотелось этого всё больше и больше и больше, да, то есть, ну, вынуждались в этом. То это, соответственно, вопрос, да, это вопрос именно к вам, что вам нужно, и что вам нужно, как вам нужно и так далее. Вот. И если, там, вы это воспринимали спокойно, да, вот, то, ну, опять же, я не думаю, что вы воспринимали прям это спокойно. Скорее всего, для вас это, ну, что-то значило. Скорее всего. Вот. Я так думаю, по крайней мере. Вот. То есть, тут надо вот определить, определять, что именно для вас это значило. Так, да, дальше было отличное общение, ну, и ссоры, конечно, тоже были. Вот интересный момент, что вы говорите о том, что ссоры, конечно, были, и говорите об этом, ну, как, знаете, о чём-то нормальном. Вот. На самом деле, на самом деле, ссоры, это не нормально, и ссор, на самом деле, быть, как бы, ну, не должно было. Вот. То есть, если у вас уже на таком этапе отношений были ссоры, вот, ну, значит, значит, что-то было серьёзное у вас, да? То есть, либо, либо было, ну, ну, либо было, были какие-то, значит, намёки, вот, либо были какие-то ожидания завышенные, вот, либо было что-то ещё, вот. То есть, что именно, конечно, сказать здесь сложно. Вот. Но ссоры, это ненормально. По причине ссор, тоже здесь нужно выделять. Газолетом имел отдыхать, писал, где-то часто скучая, а когда приехал, хорошо общались и гуляли. Самое интересное, что он... Так, ну, и софт, это для вас значит, опять же. Самое интересное, как он общался со мной, это были подкаты, как говорит сейчас молодёжь. В общем, получилось так, мне казалось, что я им нравлюсь. Это было действительно так. Евгений, ну, вы здесь, надо сказать, противоречите себе, я бы сказал, вот. Потому что, ну, вот, понимаете, да, то, что вы говорите о том, что были подкаты, как бы подкаты были, да, вот, но вам казалось, вам казалось, что вы ему нравитесь. И далее вы пишите, что это и было так, на самом деле, но это, по меньшей мере, странно, потому что кажется, кажется, это одно, ну, когда кажется, это одно, а когда это не в самом деле, это другое, понимаете, вот. И мне представляется история, такой, что всё-таки, всё-таки нужно, вот, отделяться одно от другого, вот. Вот, чтобы, ну, чтобы не было ожиданий завышенных, вот, от данной ситуации, от данной истории, вот. Понимаете? Вот. То есть это очень, на мой взгляд, на мой взгляд, это важный момент. Когда вы говорите, когда вы говорите, что мне казалось, да, когда вы говорите, что мне казалось, и когда вы говорите, что это было, ну, что это так, на самом деле, и было. Что, может быть? Может быть? Вопрос в том, что это значит для вас? Или нашего, да. Таким образом он меня в себя влюбил, т.е. видите, вы даже не раскрываете того, почему вы решили, что вы действительно нравитесь ему, т.е. нет раскрытия здесь, не произошло этого раскрытия. А ведь это важный момент, на самом деле, ну, для вас, если вы хотите разобраться в данной истории, то момент этот, он очень важный, на самом деле, вот. Ну, а вы, соответственно, вы, соответственно, его здесь не раскрывает. Дальше. Таким образом он меня в себя влюбил. Ну, совершенно очевидно, что дело здесь не в том, что он вас в себя влюбил. Да, дело здесь совсем не в этом. Вот. А дело здесь скорее в том, что вы хотели влюбиться, ну, в него. Вот. И просто получается так, что вы себе это позволили. Вот. И это, опять же, перенос ответственности. Вот. Себя на другого человека. То есть это как бы, это как бы ты виноват. Ты виноват, что я в тебя влюбил. Это ты меня влюбил в себя. Это не я. Это не я, как бы, влюбил. То есть я никакой ответственности за это не несу. Ну, вот так это выглядит, по крайней мере. Вот. Знаете? И, конечно же, что, конечно, ничего, ничего как бы хорошего, да, в этом нет и вообще быть не может в таком. Там это получается, что вы жертва в данном случае. Позже выясняется, что у него есть девочка, возникает вопрос, зачем вы фульсовы с другими, это тоже другой вопрос. Значит, ну, обратно, чтобы самоутвердиться. Он догадывался о том, что мне нравится, сразу спрашивал, у него были намёки, я их напрямую не говорил. Так. Вот. Получается, он обнадёживает, а потом делает больно, ведь он очень нравится мне, ему это известно. Ну, понимаете, вот нет, на самом деле, ситуация работает, ну, немного не так, да, немного не так, не совсем, я бы сказал. Так. Вы позволили, вы позволили ему, значит, сделать себе больно, да, вот, потому что вам это было нужно. Так. Вы позволили себе сделать ему больно. Мужчина, в принципе, насколько я понял, ничего вам не обещал, он не обещает ничего. Вот. И то, что вы додумали, то, что вы додумали, это является скорее уже тем, что хотите вы. Вот. Понимаете, какая ситуация. Вот. И тут, конечно, есть определённая сложность. Потому что сперва вы принимаете как бы его позицию, сперва вы принимаете как бы его ухаживание, а потом после этого вам больно, потому что вы чего-то ожидаете от него другого. Вот. И вот здесь, конечно, ещё раз повторю, важна личная ответственность. Понимаете, личная ответственность это то, что важно. Вот. Без чего не будет работать. Не будет работать отношение. Вот. То есть больно делает не он вам, а вы сами себе. Вы сами себе делаете больно. Тем, что перекладываете на него ответственность за удовлетворение своих потребностей, которые я называл. Дальше. Как раз я взяла, призналась ему. Так, значит, он сказал, что не против дружить. После расставания с девочкой начал ходить как убитый. Он общался нормально, но уже не так, как раньше. Потом у него появилась новая девочка, я была очень рада, но все равно как-то не сильно активно общался. То есть такое ощущение, что вы, знаете, даже не пытались заявить ему о том, что как бы вы хотите тоже достойного места в его жизни. Такое ощущение, что вы готовы ждать. То есть очень долго, очень готовы ждать. Вот. В конце мы вообще поссорились. Я ему написал, он не так понял. Ну, знаете как, ссора это довольно длительный процесс. Вот. То есть если вы ему написали не так понял, значит он, что, ну, наверное, он не хотел понимать. Вот. Наверное, ему это было не нужно. Вот. Скорее всего были, ну, определенные негативные эмоции у него на этот счет. Вот. По поводу вас. Вот. Какие правда. Вопрос. Ну, вопрос. Какие именно эмоции были у него. Ну, очевидно, что это стало таким, своего рода апофеозом. Вот. Значит. Потом у него был интерн рождения. Так. Я объяснил ему, что он не так воспринял. Было понятно, что он без настроения и все. Ну, смотрите. Вот какое у вас отношение к тому, что вы писали первым? Нравилось вам это, не нравилось? Как вы это воспринимали? Если не в напряг, а вам первый писал, пишите ему. А если в напряг, то почему в напряге? Что именно в напряге? Значит. И, соответственно, я очень скучаю по нашим общениям. Пишите, вы, мне очень нужен этот человек, такой друг рядом. Вот, знаете, на что вам нужно? Это ваши попрекции. Вот. Поэтому, видите, сейчас вы хотите его поменять. Вы хотите его вернуть. Чтобы он был таким, каким он нужен вам. Это довольно, это довольно потребительское отношение, я бы сказал. Вот. К человеку. По крайней мере. Понимаете? Потому что мужчина не должен, человек не должен давать вам то, что вам нужно от него. Ну. А если вы хотите его поменять и переделать, то, соответственно, вы хотите этого для себя и, соответственно, потому что вам это нужно. И, соответственно, опять же, идём, если вы хотите делать это для себя, значит, вам что-то нужно. Ну так и возьмите, как бы, ответственность на себя за свою жизнь. Понимаете? Вот. Вот и всё. Ну. То есть, как бы, понятно, да, что вам не нужно его менять. Вам не нужно его поменять. Вам нужно разобраться в себе, в своих чувствах, в своих, ну, желаниях. В том, что вам нужно. Понимаете? Какая история. И вот после этого уже вы сможете что-то делать. Более свободно относиться, например, к нему. Более спонтанно, более творчески и так далее. Вот. А пока, пока, вот вы то, что пишете, да, вот, значит, как мне правильно быть? Забыть человека. Нет, забывать не надо. Общайтесь, как общайтесь. Как общайтесь. Просто свои потребности, которые есть у вас, нужно сделать самостоятельно. Вот это вам его не хватает, да, то что вам нужен человек такой, как вы говорите. Вот это и важно. Понимаете? Вот это и важно. То, что вам такой человек нужен. Вот на это внимание и обратите свое. Это, вон, и есть то, что нужно вам. Понимаете? Вот это все. А так, если вырабатывать отношение к нему, да, да, то есть, то есть, то есть, то есть, то есть, как мне вот относиться к нему, вот, что мне делать, ага, там и так далее. Ну, для него. Для него. Забыть его, или наоборот, пытаться там, как-то привлечь. Ну, это, то, то, то получится. Тут получится растворение в нем. Правильно? Правильно? И никому от этого хорошо, хорошо не будет. Вам, в том числе. Вот. Хочу с ним общаться и хотелось бы его привлечь к общению со мной, это такое возможно. Вот. Можно ли как-то вернуть человека к желанию общаться, радоваться жизни, или это ему только ему решать, да, или это ему только ему решать, да. Вот. Стоит ли пока общаться с ним, а стоит для чего? Понимаете? Стоит для чего общаться? Вот, цель. Определите цель. Вот, исходя из цели общаться, если что-то для себя получить, нет, не стоит. Если что-то ему дать, без ущерба для себя, да, стоит вполне, вполне, вполне возможно. Понятно? Вот. Ну, очевидно, что у вас есть собственная неудовлетворенность, которую вы пытаетесь скорректировать. И это уже индивидуальная работа, а не вопрос, который задается отдельно. Это именно индивидуальная работа. Разбор шаблонов поведения, скриптов, чувств, анализ поведения и так далее. Все это нужно вам делать. Ну, если у вас действительно это неудовлетворенность, но судя по тому, что вы описали, она и есть. Вот. Вот так. За все отношения у вас не складываются с мужчинами, да, из-за того, что они мальчики. И в человека вынуждаетесь. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделает его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. До новых встреч. Пока. Но для вас будет связи. Красная связь.